Байден Мир сегодня. Самая достоверная и объективная информация о событиях во всем мире, а также спорт, новости шоу-бизнеса, погода. В студии Юрий Ростов. В программе Мир сегодня. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня в Белом доме прошли переговоры между Байденом и приехавшим в Вашингтон с рабочим визитом канцлером ФРГ Шольцем. Визит был рабочий, то есть без официальных мероприятий. Шольц даже не взял с собой в самолет немецкую прессу, как это практически всегда бывает, даже и во время его рабочих визитов. Объявлено, что главной темой переговоров была Украина. А почему канцлеру ФРГ необходимо было приехать в Вашингтон именно сейчас для обсуждения ситуации вокруг Украины, непонятно. Его пресс-служба заявила, что ничего экстренного не происходит, но стороны просто должны время от времени согласовывать свои позиции. Перед отлетом в немецком Бундестаге оппозиция требовала более детальной информации, но ее не получила. Вопрос о том, как долго будет продолжаться война на Украине, чем она может закончиться, сейчас стал более активно обсуждаться и в европейских странах, и в США. В Вашингтоне в Палате представителей звучат высказывания о недопустимости открытого чека для Украины, то есть неограниченной ей поддержки. А в Берлине в прошлую субботу прошла демонстрация против помощи Украине, в которой участвовали 13 тысяч человек. В Берлине уже были демонстрации протеста, но в несколько десятков человек. При этом доминировали в ходе их не столько немецкие, сколько российские лица. Малочисленные акции протеста организовывались явно не без участия российского посольства и многочисленных в Берлине лиц с посольством связанных. Но нынешние 13 тысяч протестующих это качественный скачок. В настоящее время и в Америке, и в Германии большинство населения поддерживает помощь Украине, но процент этот снижается и ситуация может и дальше меняться. А в следующем году в США президентские выборы, и Украина, скорее всего, станет одним из наиболее обсуждаемых вопросов в ходе предвыборной кампании. Утверждение ей новых многомиллиардных сумм может быть затруднено. Для Украины был бы очень важным принципиальный перелом в ходе военных действий и в обстановке в целом уже в нынешнем году. Украине необходимо успешное наступление, о нем говорят уже несколько месяцев, но при этом наибольший стратегический эффект могло бы, вероятно, дать наступление на юге, с тем, чтобы отрезать Крым от оккупированных областей на Донбассе. Временные сроки для такой операции достаточно очевидны. Сейчас февраль, когда в прошлом году наступление Путина на Киев захлебнулось в некоторой степени и в грязи. Вследствие наступившей стаянием снегов распутятся. Обычно в феврале, в марте на Украине не лучшие условия для наступления. А в апреле ситуация должна измениться. Сообщили, что в Германии только что прошли так называемые компьютерные маневры с участием высших американских и украинских генералов. На них рассматривались разные варианты возможных действий против российских войск в ближайшем будущем. Происходили эти маневры в штаб-квартире американских войск в Германии. Помимо всего прочего, это очень мощный компьютерный центр, дающий возможность моделировать сценарии военных действий с учетом сотен тысяч различных факторов. Детальная проработка разных сценариев военных операций была совместной, но подчеркивалось, что решение о конкретных действиях будет приниматься только украинцами. Сегодня американский институт исследования войны заявил, что в последние часы российские части снизили интенсивность атак с целью окружения Бахмута. Город почти полностью в кольце, но замыкать его российское командование, вероятно, пока не спешит, чтобы оставить украинским частям возможность выйти из города, что могло бы помочь избежать особенно больших российских жертв в ходе сражений в городских условиях. В социальных сетях бойцы украинского подразделения, отвечающего за операции воздушных дронов, сообщили о поступившем им приказе покинуть город. Что же касается других частей, то они продолжали участвовать в боях. Глава вагнеровской группировки Пригожина публиковал видео российских солдат, которые, по его словам, находятся уже в черте города, но кадры эти были сняты, согласно анализу, скорее в предместьях Бахмута. Сегодня украинцы взорвали один из мостов, который соединяет город с самопредместьями, что должно затруднить продвижение российских подразделений, а российские саперы в то же время взорвали один из последних мостов, по которым шли поставки подкреплений украинским частям в Бахмуте. Сегодня в Москве состоялось заседание Совета Безопасности во главе с Путиным. На нем, как сообщили, обсуждали меры антитеррористического характера и защиты объектов МВД. Никаких драматических решений не сообщалось. Сегодня не было и сообщений об атаках против российских населенных пунктов или о массовых ударах украинских дронов. По российской территории России тоже нужен прорыв, но Украине так же, как нужны и поводы для всплеска антиукраинской риторики. Но для резкой эскалации военных действий необходимы и масштабные ресурсы, которые сейчас у России имеются все-таки необязательно. В Америке сегодня главная тема завершения суда над бывшим адвокатом из Южной Каролины Алексом Мурдогом, который получил пожизненное заключение за убийство его жены и сына. Мурдог был когда-то успешным адвокатом, но потом под влиянием наркотиков и других проблем стал воровать деньги своих клиентов, обманывать их. Он стал и все меньше себя контролировать. А затем, вероятно, в полубессознательном наркотическом состоянии он убил свою жену и сына. Суд над ним продолжался шесть недель. Иногда прямые трансляции из зала суда новостные телеканалы показывали на протяжении целых часов. Но я пока не настолько обамериканился, чтобы понимать, чем этот случай столь интересен. Ну а сегодня процесс завершился. В январе, как сообщили, квартплата в среднем по Америке была на 3,5% ниже, чем в августе. Снижается она постоянно на протяжении уже половины года, хотя и медленно. Происходить это стало после того, как домовладельцы повысили плату за жилье в предыдущие 12 месяцев в среднем сразу на 20%. И, видимо, этот процесс достиг предела. Люди стали просто выезжать в более дешевые районы. В январе перезаключили истекающие контракты на аренду квартир только 52% жильцов. А когда жильцы начинают действительно в массовом порядке уходить, это домовладельцам уже невыгодно. Также в последние полтора года резко активизировалось строительство нового жилья. И в этом году должны сдать в районе полумиллиона новых квартир. Есть надежда, что жилье будет и дальше все-таки дешеветь. Во всяком случае, стоимость аренды с прошлого августа снизилась во всех 52 больших городских зонах США. В том числе наиболее быстро на 8% в Бостоне, на 6% в Лас-Вегасе. В следующей части о том, что в некоторых стратегически важных областях Китай уже обогнал Америку. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова